Я очень хочу чувствовать, что эта жертва была не опасной, что у людей откроются глаза, потому что я смотрю на свою маму, которая с утра до вечера смотрит Соловьёва, и которая просто зомбирована этой государственной пропагандой. Для меня точно правда, что надо остановить войну. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер почерпнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. Героям я себя не ощущаю. Я презентовала этой акции две цели. Показать всему веру, что русские против войны, и показать непосредственно русским людям, что не будьте настолько зомбированы, не слушайте вы эту пропаганду, учитесь анализировать информацию, и учитесь находить другие источники информации, не только государственные российские телевидения. Было очень страшно. Не то слово, как было страшно. Вообще у меня до последнего не было уверенности, что я смогу это сделать, потому что, сами понимаете, на первом анале, основная информационная программа страны, она, естественно, там несколько колец охраны, и так просто пройти в студию, и непосредственно перед студией, и, соответственно, сидеть сотрудник правоохранительных органов, который тщательно следит, чтобы не было таких похожих инцидентов. Ну, я не буду углубляться в подробности, потому что это, конечно, просчет в системе безопасности Первого канала. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это были действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна. Ну, как бы я уверена в том, что я сделала, но теперь я понимаю весь масштаб проблем, с которыми мне придется столкнуться, и, конечно, я очень сильно беспокоилась в этой безопасности. Я, конечно, думала об этом, что, возможно, будет уголовное преследование, но, честно говоря, я надеюсь все-таки этого избежать, и если в конечном итоге, конечно, мне придется съесть свое убеждение в тюрьму, я надеюсь, что этот срок будет минимальный. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека, и этот человек Владимир Путин. Любые противоречия, я думаю, в современном мире можно решать путем дипломатии, путем войны. Но мы живем в 21 веке, это какой-то ужас, это какое-то безумие начать боевые действия. У меня не было таких планов уехать за границу, я не хочу этого, я не могу себе это позволить материально, я, собственно, и не представляю, какую реализацию я буду за границей, профессионально. И все-таки здесь и друзья мои, и близкие мои, моя мама, мои дети.